Состояние трудовых ресурсов – важный вопрос, который был выдвинут на общее обсуждение врачей-участников научно-практического семинара «Профессия и здоровье». И это не случайно. Рабочий процесс требует от любого специалиста как профессиональных навыков и умений, так и хорошего самочувствия. Поэтому сохранение и укрепление здоровья – не только медицинская проблема, но и вопрос экономической безопасности страны. На семинаре были подведены итоги проделанной работы и поставлены новые задачи по улучшению условий труда и профилактике заболеваемости на предприятиях. В Брестской области очень много делается для улучшения условий труда работающих. За последние три года в модернизацию производств вложено более 1,6 триллиона рублей. Показатели плана перевыполнены более чем в полтора раза. И для того, чтобы условия труда наших работающих улучшались, очень важным является именно взаимодействие санитарно-эпидемиологической службы и службы лечебной сети, именно профпатологической службы. Благодаря тесному взаимодействию учреждений здравоохранения органов государственной власти, работа по совершенствованию условий труда ведется активно как на предприятиях, так и в организациях. Сегодня в этой области достигнуты большие результаты, среди которых низкий уровень смертности, а также постоянное увеличение средней продолжительности жизни людей в регионе. Именно благодаря совместной работе областного исполнительного комитета, управлений, ведомств, санопийцслужбы, других надзорных органов, лечебной сети у нас улучшаются условия труда, снижается заболеваемость, уменьшается профессиональная заболеваемость. К примеру, в 2012 году у нас было 10 случаев профзаболеваний, то в 2013 году у нас их только два. Уже сегодня создаются новые направления работы по улучшению условий труда и профилактике профессиональных заболеваний. На данном этапе обсуждается вопрос о создании системы обучения здоровому образу жизни работников на территории организации предприятий. Мероприятия, посвященные вопросам состояния здоровья берестейцев, соберут врачи еще не раз, ведь именно такой открытый диалог помогает найти самые эффективные решения.